Приветствую любимого доктора. Когда занимаюсь физкультурой, чувствую заметную асимметрию. Правая нога забивается сильнее при беге. При занятиях на брусьях в турнике правые мышцы напрягаются сильнее. Что делать? Нужно ли что-то делать? Жестко по спорту не угораю, просто компенсирую сидящую работу. Смотри, две причины, которые могут быть. Одна страшная, редкая. Это различные коорктации аорты в разных участках. Так бывает, например, у человека или подростка, например, левая рука нормально функционирует, а правая вяленькая. И испытывает явно недостаточность кровообращения. Но это обычно касается именно только верхней конечности, например. А так, ты говоришь, у тебя целая половина тела, если вся, то скорее всего дело в том, что у тебя есть какая-то асимметрия тела. Я не говорю про сколиоз, но сколиоз может потом развиться. Понимаешь, то есть это может привести к сколиозу уже и таким перманентным изменениям. Это асимметрия таза. И асимметрия тонуса мышц тела. О чем я? Я на самом деле сам с этим столкнулся. Дело в том, что, особенно если вы много времени проводите за компьютером, то у вас в зависимости от какой-то позиции неизбежно немножко сильнее вы сгибаетесь с правой стороны. Уважаемые господа. Кто-то там, если левша может с левой стороны чуть больше сгибаться. Вот так вот. Это приводит к тому, что у вас постепенно формируется стереотип. Вот такой вот согнутый. То есть здесь получается, что это плечо вниз, таз вверх. Да, вот так вот получается. А здесь все наоборот. Получается, что левое плечо, у вас там наверно, у вас все наоборот, да? Показано? Нет, все правильно. Да, у вас левое плечо вверх, а таз получается вниз. Вот. То есть с одной стороны раскрытия, с другой стороны как бы они направлены по отношению друг к другу. Вот. И это приводит к тому, что у вас получается вот эта вот тяжелая, странная асимметрия. Она приводит к тому, что во время физических нагрузок у вас возникают проблемы. То есть если вы там приседание какое-то делаете, да, то у вас одна нога короче, чем другая. Разная нагрузка. Руки, да, разной длины. И, например, там, когда вы поднимаете какой-то вес, у вас с одной стороны больше задействуется здесь плечевой пояс, лестничные мышцы, трапециевидные мышцы, чем в другом случае. И, в целом, это не очень хорошо, да, как вы понимаете. Поэтому, чтобы от этого избавиться, нужно работать над исправлением этой асимметрии, исправлением своей осанки. Что можно сделать? Если она очевидна, если вы видите, что у вас, да, там, справа или слева вот так вот есть скручивание, да, естественно, вам стараться надо распрямиться, стать ровно. То есть с этой стороны, с которой вы скручены, растянуть мышцы, да, а с этой стороны, наоборот, их укрепить. Но иногда это не удается сделать. Без специалиста сложно понять, там, есть это асимметрия, нет это асимметрии. Хорошо помогает просто вот это вот простое упражнение. Здесь вам плохо это видно, да, наклоны с растяжением соответствующих, с одной стороны, одного бока, другого бока. И плавание, да. Вот это две вещи, которые, если будете делать регулярно, они помогут вам вот эту вот именно асимметрию, связанную с мышечным тонусом, исправить. И даже если у вас есть немножко сколиоза, тоже это исправить. Это, на самом деле, одно из самых недооцененных упражнений в этом плане. Желать успеха. Желать успеха. Так, ребята, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сейчас я постараюсь быстренько на все это ответить. Продолжение следует... Продолжение следует...